я работаем с михаилом все идет нормально давайте посмотрим что на данный момент получается у михаила и выведем что же нужно что дальше для новичков это видео не подходит сразу говорю можно просто посмотреть сам принцип как идет процесс чтобы разбираться в программировании именно разбираться и так тот период у михаила наступил когда он работает только только повторяю с реальными файлами в данном случае это файлы джанга и давайте это дело сейчас проанализируем случае здесь в работе с файлом было задание после изучения итераций посмотреть в коде найти итерации как я говорил это называется полуфабрикаты когда мы что-то когда-то делаем мы всегда вспомним а это там-то михаил больше указал у нас будет интересовать только на данный момент итерации что он видит поехали вот это уже приятно слайс на экземпляр перебирает цикл фору атрибутом из гряда класса достаем присваиваем временный хорошо и дальше в цикле фор перебираем и иными словами михаил начал видеть ребята ведь большинство людей программистов с питью не больше лет открою файл исходного кода навряд ли многие будут видеть а вот тут интересная очень вещь получается михаил занимается серьезным до пользующим случаем скажу такую вещь сейчас появились очень удобные планы индивидуального обучения совершенно недорогие можно выбрать прочитать да на самом деле вот михаил очень правильно сделал данный момент выбрал движение вверх но я им больше времени уделю вопрос в том что вот этот план движения вверх он довольно крут как раз тот период времени когда всего хватает поделал большой путь и сейчас вот задал такой нормальный совершенно вопрос буквально вчера начал изучение улп пока темный лес абсолютно нормально да хотя на самом деле знает попытался что-то сделать вижу сбитые формулировки миш ты много понаписывал пока все это не туда и не сюда потому что я тебе задал один конкретный вопрос с чего начать классы и почему но давайте подбираться к этому немножко по-другому ладно на часа мы для себя пометим значит вопрос звучал так и зачем он до чего начать класс я у вас спрошу примеры и жизни которые вы на самом деле прекрасно знаете с чего изучать классы просто вот я спрашиваю перед вами кружка какое у него предозначение мы не будем сейчас страдать ерундой говорить вот кружкой можно там накрыть свечку нет прямые предозначения что с ней можно делать следующий вопрос окно окно что с ним можно делать следующий вопрос теплица что с ней можно делать миш но ведь очевидно прежде чем начать классы надо задать вопрос какие операции поддерживают классы не надо писать много надо просто понять чего начать как правило большинство людей начинают классы чего вот тут это наследование вот тут то а в результате писать ничего не можем потому что в принципе мы даже не догадываемся что там можно делать да как можно изучать классы какие-то когда мы не понимаем что вообще с ним можно делать поэтому в классах нас и что надо вам сделать вам надо просто пойти туториал это прекрасно триал зайти в классы и найти там вообще всего лишь две строки что с классами можно делать все это и будет ответ на вопрос с чего начать классы и второй ответ почему именно так и сразу для нас всплывет вторая вещь в классах имеет значение только две вещи так чего начать и второй атрибут это я вам подсказываю это единственное что надо понять в классах если вы поймете атрибуты все остальное станет на места наследование это действительно то на что надо уделить две-три минуты потому что ума там не надо взять и написать класс класс и в скобки вбить наследованный класс который будет ранее объявлен ума здесь не надо и потом сказать проверить что это будет новый класс будет содержать все что зависит старый ну сколько 10 секунд это не надо понимать я раз прочитал то же самое что сказать что колесо оно круглое мы ж не будем целый день смотреть а вдруг оно круглое больше меньше оно круглое наследование две минуты и все а вот атрибут вот эта тема простая которую проскакивают пишут это атрибут на этом все и поставили что жирную точку я программистом в классах не стану почему потому что сказали просто это вот атрибут и все а ребята в школе вот говоришь вот атрибут и атрибут и пишут там ну вторую третью портянку четвертую портянку и только тогда говорят наконец-то начинает открываться исходный код так это вы будете делать ну теперь миш давай посмотрим это я пока закрываю вот эти даже не буду смотреть на данный момент это просто то что вот в вашем представлении буду говорить так больше похоже на ну такое представление ваше на данный момент все я даже смотреть не хочу так дальше давайте наше достижение и понимать чего нам надо куда нам надо двигаться итак второе было описать файл шарка самый частый используем файл джанго вы знаете мы зайдем только в ту функцию чтобы она была понятна всем ребятам да я всегда рассматриваю всего две вещи потому что здесь заложены все языки программирования в этом маленьком куске кода идешь сюда на учебник да идешь сюда и просто тупо читаешь сначала надо какое-то минимальное знакомство второе обязательно обязательно в школе еще раз вспомни не забывай зачем ты что-то делаешь чтобы писать сейчас просто просмотрю уроки здесь очень просто все еще раз по системе работы с кодом да здесь совершенно такой очень простецкий подход но он заложит заложит да то что нужно на данный момент давай еще подведем такой итог что ты сейчас делаешь я хочу чтобы ты это четко-четко понимал то есть мы сейчас с тобой достигаем какой-то цели чтения кода невозможно писать код если мы его не читаем ну конечно вы скажете можно поспорить ведь процентов 80 программистов не читают не исходники но как-то программируют ну это их дело наше дело писать код осознанно вот здесь миша давайте попробуем картину перевернуть немножко по-другому да чтобы как-то чего-то там получить и так давайте формулировать хорошо классы мы начнем в любом случае на атрибутах мы надолго засядем поэтому классы мы начнем я на данный момент вам порекомендую несколько вещей вещь первая да вы классы начинаете вот то что я сказал начинаете с ним работать но с классами вы сразу начинаете работать минимум двух языков выберите абсолютно любой язык желательно не очень сложный можно взять о кстати мы как раз будем работать с проектом DevHackers выбирайте Dart там очень простое OOP незамысловатое важно чтобы язык был со статической типизацией значит берете Python и Dart дарт дарт кстати это язык который компилирует JavaScript поэтому кто разбирается в Dart он очень крутой язык будет спокойно работать JavaScript но при этом это JavaScript который на привязи то есть который контролируемый на что я обращаю внимание в первую очередь если допустим начать изучать Python классы да то год два три навряд ли хватит если бы мы захотели все изучить по одной простой причине что очень много пойдут мета классы но есть ядро которое очень маленькое с другой стороны чтобы не растеряться если мы зайдем в язык со статической типизацией там нам баловать не дадут там никто не даст тебе придумать мета классы там никто тебе не даст написать прекрасный искусственный интеллект который может по этому там все четко раз два три и все все закончился ООП но здесь есть одно хорошее когда вы начнете работа с дарт с ООП дарт вы будете понимать что в языке со статической типизацией не может быть ничего неопределенного как в Python взяли на ходу что-то придумали оно работает это прекрасно или другие динамические языки динамической типизации здесь должно быть какие-то четкие определения эти четкие определения вам дадут рамки да их не надо потом равнять к Python почему потому что это то же самое что равнять допустим слюна и моську язык со статической типизацией всегда нищий всегда нищий но в этом нет ничего плохого на какие-то выдумки потому что если там что-то в своем сумме то в любом случае он не пропустит дальше он просто это не скомпилирует но у него есть четкий алгоритм вот этим языки статической типизации всегда просты в этом смысле там взял нарисовал себе три элемента и их надо заполнить все другое больше не надо работать будет но он дает осознание каких-то основных вещей я еще раз сказал нельзя сравнивать нельзя ни в коем случае брать дарт и потом вешать на Python это то же самое что попытаться сказать что вот моська больше чем слон нет и нельзя сказать что дарт там простой надо понять что язык со статической типизации дает вам возможность подвести итог какой-то что у здесь состоит из элементов первое второе третье между ними находится четвертое оно работает так но ядро Python будет абсолютно такое же да абсолютно такое же и тогда у вас пойдет работа сравнения что среди всей кучи информации которая есть в Python я могу выделить ядро вообще я вам уже сказал что центром ядра в Python является атрибут и это именно то что надо понять изучить и так далее но это еще не все давайте-ка мы попробуем исходя из нашего кода исходя из наших описаний сделать что здесь то что написано Миша вы сильно выросли я скажу еще раз что многие ребята программисты на сегодняшний день не могут описать не могут описать файлы исходного кода не смотрят не многие не понимают документацию здесь есть движение Миша мы с вами еще раз повторяю достигаем чего чтение кода вот если посмотреть на ваши комментарии то чего здесь не хватает на самом деле вы будете продолжать описывать код это будет код открываться но нам надо что сделать нам надо начать принимать решения с вами да если вы хотите эффективно те кто ребята работают действительно купил доступ тут и я уже немножко по-другому принимать решение решение как писать свой код здесь тоже можно сейчас возразить большинство людей спокойно живут идут на переполнение стека да там копируют чужой код на этом все сделано опять же говорю это дело каждого вот Михаил долго и упорно идет у нас есть две вещи это документация и исходный код для того чтобы нам принять и здесь содержится все в данном моменте чтобы понять какой код нам писать давайте в данном случае мы далеко не пойдем а то что легко можно найти и часто используется вот жанга да то есть берем вот этот файл shortcast ищем нашу функцию get object or 404 здесь примеры и по сути дела в данном случае если мы смотрим на примеры нам мы начинаем думать да только как это но с другой стороны когда мы открываем исходный код так стоп секунду и когда мы только посмотрели на исходный код в принципе для нас понятно почему так вот здесь сразу содержится ответ что почему так и тогда мы можем открыть документацию и нам уже должно быть понятно что делать то есть мы готовы принять решение и написать в два раза больше вот этих вариантов я вам облегчу задачу и помогу а вы все что я говорю превратите в код но я вам дам какое-нибудь задание немножко посложнее сначала вы можете если хотите с джангом мы все равно дарт будем серверную часть писать итак давайте сначала берем за истину чтобы нам научиться писать код смотрите мы с вами параллельно я вижу что у вас потихоньку начинает получаться чтение кода но не забывайте что первый этап который мы достигаем и он написан на сайте очень хорошо да на главной странице что чтение кода есть основная цель но как я сказал процентов 80 программистов прекрасно обходится без этого скопировал код работает и здорово но Михаил допустим это не устраивает поехали дальше запоминаем истину никогда мы по документации не поймем значится как и что работает нет но опытный программист поймет нам надо всегда исходный код если мы откроем документацию в принципе сразу понятно что делать да давайте мы сделаем немножко это по другому мы видим функцию выше get кересет выборка да здесь мы видим кересет при слове значения get кересет и вот мы находим сразу ответ какой а вот смотрим смотрите если кересет поехали дальше дальше возвратить да возвратить смотрим где это я тут видел вот пытаться кересет get что в данном случае мы видим мы видим что переменная вызывает метод get да а ты как атрибут как атрибут заметьте то есть здесь я немножко вставлю такую вещь в python очень интересная картина получается что когда мы работаем с функциями и методами мы мало задумываемся об атрибутах потому что в любом случае это атрибут если ссылаться на определение гмидова расума да росума то он считает что атрибутом все что идет после точки поэтому это тоже отвечает поэтому изучая классы атрибуты ты будешь подтягивать и методы почему вот это возможно вот мы получили ответ как использовать данную функцию да здесь все банально просто мы просто должны заранее знать что python поддерживает объекты первого класса вообще современные языки все поддерживают давайте продемонстрирую с этого момента ты должен это видеть для тебя это должно быть важным да берем лоа мы сразу можем сделать что можно написать на языке программирования вывод уже сразу да буквально взглянув на некоторые вещи так возьмем чтоб на русском был я привожу этот пример часто потому что этот пример он очевидный смотрим да читаем значения и типы бла-бла-бла-бла-бла бла-бла-бла бла-бла и дальше все значения в лоа первоклассные иными словами ведь значением может быть и функция значением может быть и класс согласись переменной иными словами здесь все первоклассное просто при помощи переменных можно нагородить всего чего угодно ограничений нет именно поэтому лоа прекрасно подходит для безописной интеграции для того чтобы ответить на вопрос а как я начну писать значит надо поставить вопрос следующим образом почему именно так или зачем в любом случае нам нужно нужно что понимать откуда ноги растут закон программирования откуда мы начинаем размышлять в данном случае это и есть закон так как Python поддерживает объекты первого класса значит все можно присвоить переменной и абсолютно у нас начинает складываться следующая картина применение становится совершенно очевидным то есть мы четко понимаем что мы можем все присваивать ну давайте посмотрим уже мы начинаем использовать объект как первого класса то есть взяли переменную и присвоили свою функцию что нас здесь будет интересовать нас здесь будет интересовать только возврат что я об этом говорю имея в виду я это не раз объяснял не все могут понять обратите внимание вот мы присвоили гетки ресет переменной класс вот среди всего вот этого кода мы берем что только возврат он может быть либо да в одном случае возвращает дефолтный менеджер и возвращает метод по умолчанию в другом случае возвращает просто класс поэтому оперируя оперируя с объектом первого класса нас интересует только возврат банально просто что мы еще могли взять с исходного кода для себя хотя здесь все написано то что и там вот написано то есть с чем мы можем работать с моделью с менеджером и с выборкой то есть все что нам нужно все эти вещи мы можем присвоить переменной и нас будет интересовать только возврат когда мы это поняли нам становится понятен абсолютно любой код пытаться об обжиг да присваиваем переменной модель здесь идет менеджер здесь уже идет в данном случае метод get может быть абсолютно любой метод получается совершенно простая картина есть модель есть обжиг будем говорить так утилита которая умеет выбирать базу данных при этом это тоже переменная и дальше метод get метод метод что у нас возвращает страницу допустим там первую в любом случае одна переменная и все другие переменные работают прекрасно поехали дальше мы дальше начинаем соображать вот у нас кересет поэтому понятно что дальше все тоже работает совершенно просто мы берем кересет который является вбитым методом далее берем модель берем выборку и если мы можем работать с кересет а если мы посмотрим тот же самый кересет то мы увидим любой из методов мы можем использовать напрямую да получается потерял вот в данном случае мы используем метод фильтр где просто по шаблону увиденного в методах прислали нам надо что здесь является важным что мы понимаем почему мы так делаем вот это и есть в данном случае момент принятия решения как я говорил моментом принятия решений не является то что вычета в интернете если мы допустим наберем в интернете мы не найдем ни одного разумительного ответа ну например давайте попробуем мы найдем ответ а хрен его знает я бы так назвал если мы найдем абсолютно любую вещь мы найдем использовать надо так почему а хрен его знает почему именно это а хрен его знает иными словами можно было бы написать а хрен его знает но делать вот так но тем не менее михаил это устраивает большинство программистов потому что а чё там заморачиваться а есть чего потому что такой программист когда начнет изучать допустим лоа он тоже пойдет сначала а достаточно если смотрите как вы считаете объект первого класса его поведение его свойства будут отличаться для лоа нет михаил не будут поэтому для того чтобы писать на лоа нам надо абсолютно в любом языке понять объект первого класса если мы понимаем как он работает то какая разница с каким языком работать ведь объект первого класса это стороннее это то что реализовано в каком-то языке это можно прочитать в википедии да допустим той же но это не относится к языку программирования python вот python как любят особенно java разработчики а у нас а у вас ни хрена там нет ребята у вас что получается что правильно java script построен всего лишь на двух концепциях да я люблю java script да он по разному можно воспринимать объекты первого класса и функции вышло порядка это одна из маленьких технологий python каких там десятки да java script ограничивается все двумя поэтому он прост поймите функции вышло порядка объекты первого класса и java script у вас в кармане больше он ничего не умеет делать но если допустим сравнить крутизну java script и крутизну но то извините меня у него просто другое назначение но у него круче всех других вещей потому что в лоо все значения первоклассные иными словами чтобы вы поняли вот сегодня мы видим прекрасные продукты не увидим разработаны на лоо объясняю на пальцах вы взяли настройки по умолчанию создали там массив вы создаете второй массив и одним движением одной функции меняете все настройки просто одним движением и они прекрасно меняются потому что там первоклассные объекты иными словами вы достигаете безграничных возможностей и в лоо это происходит просто щелкнули пальчиком и все чудо произошло потому что язык на это рассчитан я не принижаю возможности java script просто я вам сказал хотите java script изучите всего две концепции все все остальное там бред сумасшедшего иными словами это заслуги дальше движка да собрались люди сделали хром и пошли там подняйте все прочее начали путаницы делать в конце концов видно что java script все равно идет классические вещи единственное с чем они не успокоились это сделали синтактический сахар с ОЛП ну правильно там ОЛП но вряд ли оно и нужно полноценное иначе просто-напросто все нужно запутать по одной простой причине потому что уже запутали уже запутали но я очень рекомендую изучать java script почему потому что там надо искать фикса помните мой фильм фикса поэтому я рекомендую работать java script потому что там надо искать мистера фикса где объект там надо всегда понимать где находится объект поэтому с ним надо работать сейчас у тебя должен идти период приема принятия решений каким образом ты будешь писать свой код на основании документации и на основании исходного кода по сути дела допустим Кате я постоянно у нее пошло хорошо функция обратного вызова да и ведь функция обратного вызова здесь ни при чем вот она долбила их полгода такое такой рост вопрос в другом до нее дошло главное оказывается что функция обратного вызова они во всех языках имеют одни и те же принципы просто немножко по-другому записываются и понятно что она сделала вывод а если функция выбор функция обратного вызова имеют одинаково значит и другие вещи есть никак не обойдемся без нескольких языков почему по одной простой причине что это невозможно тогда увидеть увидеть только можно реально когда ты пишешь на разных языках и вот этих законов на самом деле объекты первого класса функции высшего порядка функции обратного вызова их же не так много и когда мы открываем любой файл то мы сразу должны понять по какому принципу здесь написан код абсолютно такой же принцип вы будете закладывать написание своего кода для этого не надо таращить глаза и долго пытаться переварить что там написано и как это делается надо всего лишь было понять одну простую вещь если это объект первого класса его можно присвоить переменной значит переменной можно присвоить все эти три вещи модель менеджер и выборку все поэтому здесь в примере и показаны варианты ну давайте мы посмотрим варианты чуть чуть шире так чуть чуть шире давайте попробуем посмотреть вот это абсолютно работает тот же вот смотрите я сказал я постоянно даю функцию потому что она самая часто используемая а этот закон объекты первого класса сегодня работают с ним все языки программирования иначе язык программирования вообще перестают иметь смысл да мы берем переменную пост и приправим функцию да при этом если мы обратимся к исходному коду то что мы видим мы здесь видим обязательно позиционный параметр и дальше любые позиционные любые новыми параметрами для нас это говорит почему так потому что здесь будет в любом случае поиск как правило либо допустим нам надо что-то посчитать у нас должны быть развязаны руки поэтому всегда будем ставить так уже по этой строке мы понимаем какой код можно написать в реальности 12 говорит о том что вот эти вещи могут быть абсолютно любыми но в рамках трех вещей которые мы изучали которые в документации показаны трех является модель менеджер выборка все то есть конкретно с чем работать давайте посмотрим айди айди относится к модели мы просто четко любая база данных создает айди со стороны джанг создает ключ пк айди запрос запрос get ими словами номер запись все просто дальше происходит совершенно простые вещи понимая что это объекты первого класса мы начинаем с ними работать вот наш пост он будет вот эта функция будет все вычислять вычислять будет это айди смотрите дальше все очень просто пост наша функция likes пост откуда это давайте посмотрим мы что-то все с вами писали likes пост это поле многие коммун которая имеет свои параметры определенные и фильтр как фильтровать айди запрашиваем берем юзера и айди экзист то есть простыми словами найти крысносу и это джанга используется в исходном коде и и и и и и и и принцип принятия решения то все становится очевидным и скажите пожалуйста что здесь сложного да ничего здесь сложного нету это все на самом деле проще жизнь становится мы начинаем понимать почему мы так пишем возвращаемся к вам михаил я вам достаточно дал подсказок и так на данный момент все ваши комментарии и и и имеют информационный характер это нормальный этап все прекрасно идет прекрасно это и есть уже начало чтения кода теперь нам с вами надо переходить как я сказал к моменту принятия решений и это не переходится каким-то образом неизвестным у вас тот период когда к этому надо переходить к этому надо вам надо переходить и параллельно работа с классами потому что в любом случае когда вы будете писать в классах методы вы будете все равно руководствоваться какими-то принципами почему вы будете так или иначе писать код иными словами в голове у вас должно быть я буду использовать сейчас объекты первого класса я буду использовать например функции высшего порядка то есть принцип сначала стоит в голове потом ты начинаешь писать код и понимая четко этот принцип ты понимаешь какой код написать это можно понять легко но это надо еще и тренировать так давайте михаил я пока пока вас не буду загружать тем что я задумал вот я вам рассказал объекты первого класса например примеров под жанго вы найдете кучу это самое начало самую любую запись в школе мы работали с жанго попробуйте именно это хотя бы переосмыслить и написать любое что-то написать если не хотите на жанго берите там пандас абсолютно любую библиотеку но важно чтобы вы их использовали вы должны сами понимать что вы используете принцип и описать почему вы именно такой код пишете да но описать это в рамках того что вы делаете с исключениями ну все 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 когда мы будем с вами подходить к классам мы наконец-то должны прийти к типам да вы знаете что такое типы описывайте но мы с вами смотрели да уже я имею ввиду немножко по-другому прийти к типам что является открываем например глоссарий ищем последовательность я вам давал задание по итерациям сейчас вы потихонечку начинаете работать с дандер методами дальше по сути дела мы смотрим да итерация подсчет и выборка вот что включает в себя большинство типов да то есть по сути дела идет осознание но это то что мы должны понять что в каком типе есть недавно вы присылали предыдущие видео занятия где вы начали понимать что тип это и есть класс то есть это не то что мы привыкли видеть это будет непонятно новичкам что тип это нечто отдельное да там строка простые типы а это именно есть классы иными словами если сказать попроще то с водой мы делаем то что можно сделать с водой купаемся в ней готовим в кастрюлях наливаем воду значится там моем посуду поливаем то есть типа операции с водой то же самое в программировании ничего нового здесь нет я сейчас пока не буду дальше развивать эту тему потому что это на данный момент я что-то подумал запутает немножко будем по тиху идти чтобы предварительно понять что вы по этому поводу думаете давайте-ка вы посмотрите типы со стороны объектов но сделайте пожалуйста то как вбита именно в DevHackers да в DevHackers объект да я вас попрошу именно рассмотреть объект как составную часть состоит и из и из из того из того из того на данный момент в большинстве своем программисты вообще забывают что такое объект и зачем он нужен другие вообще отделяют вот мы изучили типы и забыли если мы посмотрим откроем то в любом случае все будет являться объектом иметь определенный тип и позволить ему только определенные операции дальше пока мы не пойдем вот с этой стороны я видел вы первое задание присылали по объекту второе присылали все ближе ближе но понимаете вот этого ах понял пока нет вы знаете что такое объект прекрасно вы на уровне логики рассказываете но при этом вы не используете его постоянно понимаете он у вас есть да вот пока грубо говоря буршиновскому отвечаю вот про объект я помню вот это первое второе третье как только сам начал писать для себя код все объект оставлен он что-то чужеродное первое задание вы уже без него жить не можете иначе все-таки разбираться ну давайте подходить к этому дальше то есть не оставляем пока все иными словами у нас сейчас есть в любом случае сохраняется та же та же то же движение мы продолжаем чтение кода но выполним задачу пока то что мы поставили и то что у нас новое начинается это принятие решений о написании своего кода а ну вон мы на основе документации исходного кода мы с вами договорились что нам надо понимать принципы называете как хотите законы которые лежат в основе в данном случае я вам показал что всего лишь опираясь на понимание объекта первого класса мы поняли почему код писать каким образом писать что при помощи этого можно писать и так далее именно так происходит написание кода и принятие решения но прежде надо понять какой закон будет вкладываться в этот код закон программирования я не знаю по-другому выразиться например когда мы будем вкладывать закон функции обратного вызова или там принцип да мы потом можем и первого класса и обратного вызова то есть мы начинаем соображать мы уже в мозгу мы должны понимать посчитать варианты которые мы будем использовать и методы но это начинается именно отсюда поэтому думаю на сегодня достаточно задание у вас остается то что я задал видео в принципе самое основное это ответить на вопрос с чего начать класс а второй момент то что я рассказал рассказать своими словами попытаться написать код как-то объяснить почему именно так вы писали код на что вы опирались и почему должно быть именно так ну и помните главное что приступая к классам вам надо будет разобраться с атрибутом это не так просто люди этому отдают и три и шесть месяцев и не всегда до конца понимают все пока итак ребята в конце еще раз скажу что да вы приходите в школу это одно но кроме этого на сегодняшний день появилась возможность прекрасного индивидуального обучения недорогого ведь что главное в программировании это когда вам помогут разобраться какой шаг сделать следующий чтобы не терять время не гадать у Михаила очевидно складывается картинка картинка неплохо складывается в любом случае до этого мы работали мы очень много Михаил работал много чего изучили но все это можно назвать одним словом все что мы делали мы делали для того чтобы начать читать код практически начинаем читать код чтобы читать его правильно вот у него заступает тот момент когда надо уже ну учиться писать свой код ну чтобы учиться писать свой код надо хотя бы понять как это делать а потом уже отталкиваясь от этого дело дальше да все просто на самом деле спасибо спб-тератут.ру